Дорогие друзья, наши слушатели рубрики «Будь к здоровью» Мы продолжаем репортажи из клиники Доктор Благоплюс И мы беседуем с Николаем Вячеславовичем Подирко Врачом-наркологом клиники Доктор Благоплюс И мой первый вопрос рассказать немножко о клинике И тех направлениях, которыми она занимается Здравствуйте, меня зовут Николай Вячеславович Врач-нарколог клиники Доктор Благоплюс Я представляю медицинский центр, который является лидером В Южном регионе Украины и не только на международной арене Мы являемся лидером в вопросах лечения нарко- и алкозависимости В том числе и различных видов игромании Клиника на рынке данных услуг по лечению наркомании уже давно, 15 лет Основные направления в лечении клиники Это алкоголизм, наркомания и игромания Различные виды игромании За свое существование персонал клиники Доктора участвуют в международных конференциях Участвуют на курсах тематического повышения По тем специальностям, которые занимает персонал клиники Это и различные наркологические конференции Психиатрические конференции Конференции, которые посвящены вопросам лечения болей В том числе и на фоне наркологической обстиненции Расскажите, пожалуйста, о психологической реабилитации Работе вашего психолога Когда пациент поступает к нам на лечение Естественно, что в первые дни с ним знакомится психолог Для того, чтобы подвести пациента к конструктивной работе с психологом Его необходимо сначала пролечить физически, снять с ним абстинентный синдром Дабы психолог мог конструктивно разговаривать непосредственно с пациентом Какие задачи психолога в работе с пациентом? Неважно, пациент там страдает алкоголизмом, наркоманией Либо другими видами зависимости, в том числе и игроманией Задача психолога выявить проблему, причинно-следственный фактор Злоупотребления Отобразить антиркальные триггерные точки в самом пациенте Найти пути решения данного вопроса И найти в дальнейшем в жизни пациента Какие-то альтернативные здоровые методы Решения каких-то стрессовых вопросов Получение удовольствия и так далее Без употребления наркотических веществ И без прибегания к различным либо видам игромании, ладомании и так далее Задачи психолога очень просты и конкретны Это в условиях соционара Если же за тот период, в котором находится пациент на лечении 10-14 дней, 3 недели Психолог ввиду своей работы Дает рекомендации на дальнейшую психосоциальную реабилитацию Мы даем такие рекомендации непосредственно пациенту и его родственникам Для того, чтобы пациент в дальнейшем после уже выписки с нашей клиники Проходил именно стационарную длительную психосоциальную реабилитацию Уже в специализированных реабилитационных центрах Либо же, если же психолог составляет свою психологическую картину За эти сроки стационарного лечения в нашей клинике И советует дальнейшую психодинамику в амбулаторных режимах Этот вариант тоже приемлем При этом пациент после выписки может посещать психолога Один-два раза в неделю, находясь здесь амбулаторно И таким образом поддерживать свою, скажем так, психологическую сфидоровую идею На неограниченный срок, сколько ему понадобится Скажите, пожалуйста, вот по наркомании, алкоголизму, игромании За последние годы какая статистика увеличилась, уменьшилась? Какая вообще тенденция вашего взгляда на этот вопрос как врачей-профессионалов? Судя по статистике, судя по нашей практике, по клинической практике Которую мы как врачи проводим в клинике и имеем большой опыт И сталкиваемся с различными видами наркомании Все же мы отмечаем большой рост и большую разновидность употребляемых веществ непосредственно гражданами И стоит отметить, что за последние годы, к сожалению, возросла именно химическая наркомания Употребление химических веществ, стимулятором, психоделического типа Это усложняет нашу работу, так как мы все эти химические составы, которые употребляют наркозависимые Не склонны к тому, что они меняются еженедельно, а то ежедневно Поэтому на сегодняшний день тенденция как в Украине, так и в мире растет к тому, что все больше и больше появляется наркомании от химических веществ По типу солей, мефедрона и других психостимуляторных, либо психоделических веществ Но также стоит отметить и не забывать о том, что наряду с этими зависимостями является очень большим проблемным вопросом Это зависимость от метадона, от государственных программ, от полусинтетических и синтетических опиоидных наркотиков Как заместительной терапии Это тоже является очень большой проблемой И естественно алкоголизм как проблема общества Эта проблема была, она остается и она будет оставаться Тем более в нынешних условиях, когда в Украине и во всем мире стоит очень большой восклицательный вопрос С вопросами пандемии коронавируса, с депрессиями на фоне этого Люди, конечно, именно в период карантинных мер, в период локдауна Очень много стали употреблять алкогольные напитки Это сказывается, это видно на потоке пациентов На клиническом обороте пациентов с алкогольной зависимостью Скажите, пожалуйста, а вот игромания это тенденция в молодежи А вот компьютерная зависимость, как она сказывается? Это тоже, наверное, в основном молодое население Компьютерная зависимость бывает разная Не стоит забывать о том, что есть киберспорт И ребята молодые, которые занимаются киберспортом То бишь играют много в компьютерные игры Они в этой сфере своей развиваются И занимаются даже профессионально зарабатывать на этом деньги Есть такая ведь в вопросах компьютерных игр и компьютерной зависимости С этой точки зрения зависимость это назвать нельзя Потому что это способ зарабатывания денег И это образ жизни и профессиональная деятельность С другой стороны, по поводу компьютерной зависимости Если мы говорим о различных ставках Потому что на сегодняшний день очень много букмекерских компаний Которые работают в интернете И ребята молодые в том числе Которые заинтересованы в видах спорта Как зрители Они ставят ставки на различные виды спорта Это тоже является проблемой Потому что это азарт Азарт склонен побуждать зависимость И это тоже является очень большой проблемой на сегодняшний момент Поэтому в этом вопросе, в этом спектре Важно очень близким родственникам Вовремя обращаться на консультацию к специалистам Для того, чтобы как можно быстрее предотвратить эту зависимость В основном зависимость такая лечится в большей степени психологически Этим занимается психолог, нежели нарколог Но нарколог здесь тоже ведет очень важную роль Для того, чтобы вовремя и целенаправленно Профессионально назначить именно препараты Которые будут снижать тягу и очаговость головного мозга Для каких-то активных азартных действий Необходимым и самым главным условием В лечении игромании, лудомании Является, естественно, полная изоляция от корчагов Своей деятельности Человек должен находиться сугубо в стационаре Быть изолирован от своего общества Быть изолирован от компьютера, от гаджетов Чтобы человек мог четко сконцентрироваться на работе с психологом И чтобы у него не было никаких провоцирующих факторов вокруг Которые могли помешать лечебному процессу То есть, чтобы он смог убрать эти программы Да, естественно Специалист, психолог, нарколог Должен человеку объяснить, чем это грозит Чем это является неправильным в его жизни Потому что люди, которые ставят ставки Они на некотором этапе выиграют А потом начинают проигрывать все Вынося из дома все Залаживая ломбард все И от этого, конечно, страдает вокруг И социум этого человека, и семья И так далее, и тому подобное И это нужно понять, что это все-таки болезнь Лудомания, это и есть болезнь, конечно В итоге данного интервью хочется сказать И обратиться ко всем зависимым людям К родственникам, к родным И сказать, хочется от себя то, чтобы вы не медлили Не тянули с вопросами лечения Потому что в вопросах лечения зависимости Завтрашнего дня, в кавычках, не существует Если человек хочет решить вопрос зависимости Ему необходимо тот же час обратиться к специалисту И мы всегда готовы в этом вопросе помочь Двери нашей клиники всегда открыты Мы принимаем всех пациентов вне зависимости от статуса его От тяжести, степени зависимости И сопутствующих заболеваний Поэтому, если возникают какие-то вопросы зависимости Проблемы, мы призываем всех обращаться За бесплатной консультацией к специалисту Спасибо большое Нашу беседу продолжает Директор клиники доктор Благоплюс Главный врач клиники Юрий Владимирович Долгий Здравствуйте, все, кто нас слышит Я повторюсь, что наша клиника действительно существует уже давно Мы довольно-таки известны не только на пространствах Украины Но и ближнего зарубежья И даже Европы и Америки Мы принимаем на лечение пациентов со всей Украины С ближнего зарубежья Нам приезжают с Америки, с Канады, с Израиля И приезжают те, кто желает победить зависимость от наркотиков и алкоголя И желает вернуться к нормальной жизни Директор клиники принципиально против лечения пациентов без их желания И занимаются эффективным лечением данной зависимости Мы давно активно противодействуем распространению алкоголизма и наркомании в нашей стране Эти болезни не щадят никого, никакие социальные слои нашего населения За день в больнице могут быть люди разных профессий Хочу повторить, что эти болезни присутствуют практически во всех слоях населения И разных возрастов И недавно в интервью одному из телеканалов я уже говорил, что все эти болезни очень помолодели Особенно наркомания, которая уже присутствует у детей в школьном возрасте И это является большим тревожным звонком Мы часто проводим беседы в школах Мы организовываем конференции Ну, в связи с нынешней ситуацией по всем стране Всем известным коронавирусом Это временно приостановлено Но мы готовимся Как только будет первой возможности Мы обязательно начнем проводить точно такие же конференции и занятия в школах Для того, чтобы маломальски проводить просветительную работу Чтобы как-то по возможности приостановить огромный поток этих болезней Дорогие родители Хочу заметить Существует в лечении данных больных два этапа Это лечение в клиниках Где оказывают квалифицированную медицинскую помощь доктора Имеющие на это специальное образование Они работают в комплексе с психологами А потом второй этап Это психосоциальная реабилитация Куда уже после клиники Дети едут или там родственники На психосоциальную реабилитацию Там с ними работают психологи Не путайте эти две вещи Не нужно ехать сразу Находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения В реабилитационные центры Там не работают медицинские сотрудники Не попадайтесь в руки шарлатанов Все нормальные реабилитационные центры Сотрудничают с клиниками Но они уже принимают в свое распоряжение пациента После прохождения лечения Требуйте лицензии Требуйте аккредитации Смотрите и будьте бдительны Прежде чем выбрать клинику или реабилитационный центр Дорогие друзья Наши радиослушатели Рубрики Путь к здоровью Мы надеемся, что это актуальное интервью Из клиники Доктор Благо Плюс Поможет вам разобраться В этой непростой ситуации Различных зависимостей Наркотических, алкогольных Компьютерных и других зависимостей А также поможет вам Вашей психологической адаптации В это непростое время Вы можете также обращаться За психологической поддержкой Наркологическую клинику Доктор Благо Плюс Мы предлагаем вам следующие услуги Оказание неотложной наркологической помощи Выезд врача-нарколога надо Специализированный стационар По лечению наркотических, алкогольных И других зависимостей Мы лечим даже тех От кого отказались другие Запишите, пожалуйста Круглосуточные телефоны Нашей поддержки Для консультаций со специалистом 702-34-24 702-34-24 И 097-24-22-922 097-24-22-922 Мы находимся по адресу Город Одесса Улица Дмитрия Донского 2А-7 В нашей клинике Все врачи имеют Двойную специализацию Наркология и анестезиология И в состоянии оказать вам Своевременную врачебную помощь Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте drblaga.com.ua Над программой для вас работали Редактор и ведущая Наталья Михайлина Звукооператор Зоя Бродская До новых встреч Берегите себя И своих близких